Салат из тыквы Сейчас осень, тыквы много, она красивая, полезная. Ты любишь тыкву? Не те слово. Я гарбуз обожный. Но меня удивляет, как мало его используют в украинской кухне. Вот в Канаде вы найдете гарбуз и в супе, и в десерте, на хлебе, и в кексах, всюди. Салат из запеченного гарбуза – оригинальная авторская страва от Эктора Химена Себрау. На приготовлении этой стравы Эктора надихнулись соковитые гарбузы, которыми богата украинская земля. Гарбуз легко засвоивается организмом и есть чудовым средством для сходнения. Он на 90% складается из воды, то есть мало калорий и много клетковины. Еще один полезный продукт салата – листя буряка, который еще с давних времен используют для профилактики авитаминоза. А я помню, когда мы готовили оладьи из тыквы по рецепту твоей бабушки. Такая вкуснятина! Но салат! А я этот салат придумал специально для сегодняшней программы «Все будет хорошо». Тем более, что сейчас гарбуза стоит совсем не много. Тыквы, в принципе, недорогое у вас есть. Так, гарбуз недорогое. И, что найважливее, он надзвичайно полезный. Местит много витаминов Е, которые делают нас молодыми. Кроме того, гарбуз покращивает зир и работу сердца. А какой аромат! Аромат тыквы! Мягкоть мы нарезаем кубиками. А ты специально выбрал такую тыкву, грушевидной формы? Она больше подходит для этого салата? Та не, берите круглый. Не маю значения. Но не забудьте очистить гарбуз от насиня. А тыква должна быть больше сладкой или вкус не так важен в этом салате? Это сладкая. Так, гарбуз сладкий. Главное, не берите зелений гарбуз, потому что он еще не дозрелый. А теперь кубики мягкости выкладываем на деку. Но в этом салате еще есть и северные смыки. Мы добавим турецкий горох, заправку с йогуртом. Видите, тут смаки на мишене из всего мира. Для нас это точно будет новый вкус. Потому что, например, горох, такой, как ты используешь нут, он тоже у нас мало популярен. Вправді? Да. Ну, цей горох дуже популярный в Испании, Південней Америце. А тут я бачил его сушеным в багатьох супермаркетах. Просто нужно уметь готовить. А сейчас я и навчу его готовить. Спершого поливаем гарбуз с олією. Додамо дрипку корицы. Корица подойдет тыкве. Тришки кардамону. О, я уже відчуваю запах канадского різдва. Бо в Канаде на різдво подають гарбузовый паріх. Ще додам пив чайной ложки анису. Я б сказал різдвян. А тепер у духовопіч на 20 хвилин, всередині 220 градусів. И вот эта запеченная тыкве, это будет часть салата, да? Так, але еще один ингредиент, який створює справжню интригу. Кто ж за аудиторией допоможе мне с ним бороться? Кто ж? Я думаю, это будешь ты. Ну да. Гранат! Почистить? Нам нужно только несколько зерняток. Как же ты его почистишь, Люба Надю? Я тебе сейчас расскажу. У меня есть друг Тарас Шпира. И он как-то нас научил чистить гранат, киви. Не буду обо всем рассказывать, но вот способ очистки граната он показал такой. Разрезаешь сперва пополам.